Часовую стрелку направляем на солнце и половина угла, часом на циферблате, покажет направление на юг. Все, мы определились, вот юг, то есть мы заходим в лесной массив с южной стороны. Выяснить, откуда начинается путь, первое, что необходимо сделать, заходя в лес. Определять стороны света по часам – выход для тех, у кого нет с собой карты или компаса. Михаил Мишин не раз участвовал в спасательных операциях. Говорит, порой заблудиться в лесу могут даже опытные грибники и охотники из-за лишней самоуверенности. Золотое правило любого, кто собирается в лес, одеться по погоде, иметь при себе нож, спички и заряженный телефон. Чтобы не заблудиться, важно сразу найти ориентир. Это может быть дерево, которое отличается от других, пень, муравейник, да что угодно. Исследовать ему, идти параллельно, чтобы в любом случае можно было отправиться к началу пути. Ориентироваться в лесу можно и по мху на стволах и по кронам деревьев, но зачастую мох растет не только с северной стороны, на это влияет роза ветров. А понять пышнее ли крона с юга на глаз не получается. В этом случае специалисты советуют подстраховаться, не уходить слишком далеко вглубь леса и оставлять метки на своем пути. Сломали веточку, сломали, ни в коем случае ее не выбрасываем. Такие заметки, насечки, вот, такие для себя видные предметы. Желательно делать на уровне глаз или на уровне груди, вот, чтобы не лазить, не искать. И ветку оставляем, чтобы было видно, что она сломана. И пошли дальше. Метров через 10 опять сломали. С началом грибного сезона добавилась работа самарским спасателям. С сентября выезжали на поиск заблудившихся 38 раз. Четверых человек так и не удалось найти. Чаще всего люди пропадали в лесах под Сызренью, Тольятти, в Волжском районе. В основном среди заблудившихся пенсионеры, которые ушли в лес в одиночку, никого не предупредив. Нельзя идти в лес одному. Даже здоровому человеку любое неаккуратное движение, там, на лежащем дереве, вывих ноги, и у вас становится большая проблема выбраться из этого леса. Если вы идете за грибами, вы должны сказать своим близким, родным, куда вы идете, в какой лесной массив, где вы примерно зайдете и какое у вас контрольное время возвращения. Возьмите даже с собой свисток, иногда помогает просто откликнуться на спасателям, подать сигнал, если у вас нет сил покричать. Специалисты предупреждают, если все-таки поняли, что потерялись, нужно бросить все силы на то, чтобы не замерзнуть в лесу и помочь спасателям себя найти. Если мы находимся вдалеке от населенных пунктов, вдалеке от дорог, находим поляну и при помощи тех же спичек или зажигалки разводим костер. Ну, первое, если мы замерзли, это согреться, потом необходимо собрать, если осталось, то зеленую траву, зеленую траву, вот, листья зеленые, или раскопать влажную, видите, вот подстилка из еловых иголок. Вот, кладем на открытый огонь для того, чтобы оно гореть не будет, оно будет дымиться, чтобы белый дым поднялся над деревьями, над деревьями, вот, то есть это будет тоже уже ориентиром. Верными помощниками в лесу, говорят эксперты, могут стать и гаджеты. Через интернет можно скачать карту лесов, которые собрались отправиться по GPS-навигатору, отслеживать свое местоположение. Но главное, не терять бдительности и не уходить далеко в поисках грибных и ягодных мест. Алина Чемери с Артем Сулайманов, Василий Колдашов. События.